МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Сегодня день знаний. За партию в Рязанской области село более 62 тысяч школьников. Увековечен в железе. В свой первый путь сегодня отправился электропоезд имени Сергея Сухарева. Разгром коломны. Рязанские футболисты в Кубке России идут дальше. Сегодня день знаний. За партию российских школ сели 17,5 миллионов учеников. В Рязанской области школьников в этом году более 62 тысяч. Из них более 7 тысяч первоклассники. Торжественная линейка в каждой школе региона сегодня началась с гимна России и торжественного поднятия российского триколора. Всех причастных к празднику сегодня на своей страничке поздравила и глава администрации Рязани Елена Сорокина. В этом году 4 школы полностью преобразились после капитального ремонта. Продолжается строительство новой школы на 1100 мест в Кальном, написала она. Сегодня в Рязань прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. В гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище генерал армии дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях. К занятиям приступает свыше 2500 слушателей и более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек. Рязанская французская высшая, воздушно-десантная команды училища. По случаю начало нового черного года построено начальник училища Валдин полковицы Комида. Здравствуйте, товарищи! Стреляй, Валерий Комида! Министр обороны России Сергей Шойгу известен своими внезапными проверками, но в этот раз повод был совсем другим. День знаний. Престиж военных профессий сегодня растет, растет и число тех, кто готов связать с армией свою судьбу. 1 сентября в России отмечается День знаний. Сегодня в образовательных организациях Министерства обороны занятиям приступает свыше 2500 слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 тысяч иностранных военнослужащих из 69 государств. Около 16 тысяч воспитанников доузовских учебных заведений, более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах. Сергей Шойгу дает команду поднять флаг под звуки гимна России. Для гражданских эта норма пока в новинку, для военных она не такая уж и новая. Триколор – верный спутник наших военных везде, в том числе и во время спецоперации на Украине. Основные усилия в военных учебных заведениях теперь сосредоточены на практической составляющей, с использованием опыта, приобретенного в ходе выполнения специальных задач. Об этом говорил Сергей Шойгу на селекторе с военными вузами. Особое внимание нужно обратить на получение выпускниками навыков управления подразделениями и практику межвидового взаимодействия. Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противникам перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Задача для всех военных вузов без исключения внедрение новых современных стандартов обучения, то есть качественно внедрять в учебный процесс передовые технологии разработки, заявил Сергей Шойгу. Мы должны быстро адаптироваться к новым реалиям и обеспечить безопасность государства. Урок мужества в 49-й школе посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября. Эту памятную дату установили в 2005 году после трагических событий в Беслане. В День знаний со старшеклассниками о самом важном говорили ветеран СОБРа и действующий сотрудник Росгвардии, оба выпускники этой школы. На плече краповый берет, отличительный знак особо подготовленного бойца спецподразделения Василий Тришин, командир отряда особого реагирования милиции, сегодня рассказывает школьникам об особенностях службы, о преступниках и терроризме. О тех ужасах, с которыми ему доводилось сталкиваться. Со старшеклассниками он говорит о серьезных вещах. Получился открытый диалог. Думал, отправили меня учиться на минер-подробника. Оказывается, там химия, физика нужна, там действительно восстановительная реакция. Что такое взрыв? Так я проштудировал за эти два месяца, пока я учился, с 6 по 10 класс. В сети интернет сегодня информация с избытком, но защиты от опасностей даркнета, провокаций и методов информвойны по сути немного. Щупальцы терроризма, говорил ветеран, проникают в общество в попытках захватить молодые неокрепшие умы. И поэтому сегодня такие уроки мужества просто необходимы. Большая доля ложится на родителей, на преподавательский состав школы, на окружение, возможно, в спортивных лагерях. Я в свое время был молодым, у нас очень был хороший вожатый, я его сейчас помню, Сергей Иванович, вот он столько в меня уложил, я после этого лагеря приехал и записался в секцию борьбы самбо, что мне пригодилось и в жизни. Но вот мы сейчас ходим по школам, проводим уроки мужества, возможно, это кому-то даст ступеньку, трамплин в выборе профессии для служения Родине. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденовска, захваты театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем желании всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному. У нас же сейчас век развитой информации и неизвестно, что будет вообще там через 5-10 лет, возможно, будет все еще гораздо круче, поэтому наша задача ветеранов вообще в правоохранительных органах постоянно об этом говорить, доносить до молодых умов, что может случиться и как это предотвратить. Во всем мире активизируется антитеррористическое движение, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить второго Беслана. Бдительность и ответственность абсолютно каждого составляют свод правил антитеррористической коалиции. Сегодня со станции «Рязань-1» до Москвы в свой первый рейс отправился поезд имени Героя России гвардии полковника Сергея Сухарева, уроженца Рязанской области и выпускника Рязанского училища ВДВ, героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Новенький электропоезд с золотой звездой на локомотиве сияет в солнечных лучах. Теперь этот состав носит гордое имя Героя России. Полковник Сергей Сухарев впал смертью храбрых в боях за Донбасс. Сегодня память о нем увековечили в железе. Сергей Владимирович Сухарев – это Рязанец, которым мы гордимся. Он исполнил полностью свой долг, поднял людей, сам возглавил атаку и погиб в бою. Офицер, десантник, человек чести, настоящий Герой России. Рязань вообще это родина решительных людей, которые по-настоящему любят свою страну. Мы обязаны сохранить память о бойцах, о героях. Для Рязани это вообще традиция. У нас аллея героев, мемориальные доски, скульптурные композиции открываются, люди пишут стихи, песни. А вот сегодня поезду присваивается имя Сергея Сухарева. Это станет вот таким еще одним символом нашей памяти. Этот состав мы отобрали специально, заявил директор по перевозкам центральной пригородной пассажирской компании Олег Ульянов. И действительно, вагоны выглядят аккуратными и ухоженными, как снаружи, так и изнутри. Памятный сертификат на электропоезд получила вдова и родственники героя. Теперь у семьи Сергея Сухарева на маршруте Рязань-Москва будет премиум обслуживания. Сегодня он пойдет в свой первый рейс. Это действительно великая память. К сожалению, сегодня не так часто, не так активно производится такая идеологическая работа в поддержку героизма наших людей. Так вот, пусть этот поезд и напоминает особенно подрастающему молодому поколению о том, что в Рязани был такой герой, что именем его назван в поезд. В вагонах есть тематический материал по поводу Сергея Сухарева. Кто это такой, что он сделал и откуда он сам родом. Мы думаем, что такая традиция, она будет продолжаться и дальше. Это объявление теперь будет звучать на всех вокзалах. Поезд с золотой звездой героя уходит в свой первый рейс. А вот еще один тепловоз со станции Рязань-1 уже никогда никуда не пойдет. У входа в центральный вокзал установили памятник первому электровозу на токе. Свой путь этот локомотив в серии НО-001 начал в далеком 1955-м на маршруте Ожерелье Павелец. В 80-х он завершил свою карьеру и теперь будет красоваться у вокзальной площади. У меня вот один вопрос. Как его сюда поставили? Мы предоставим видео, как это все происходило. Есть технологии. Секрет оказался прост. Для того, чтобы установить электровоз на площадку рядом со зданием вокзала, железнодорожники проложили 120 метров пути и состыковали их с веткой Рязань-1, Рязань-2. Установка памятника – только первый этап комплексного благоустройства площадки. Как облагородим, сразу пригласим, заявили железнодорожники. Традиционно в преддверии учебного года контролирующие органы проверяют, насколько готовы к приему школьников профильной организации. Также традиционно находят нарушения. В Сапожковском районе возбуждено несколько дел об административных правонарушениях, а также внесено немало представлений. В преддверии Дня знаний все школы и вузы региона проверяют сотрудники МЧС, а также прокуроры. Гладко проходит такая проверка не для всех. В прокуратуре Сапожковского района проведена проверка готовности к началу учебного года образовательных учреждений, а также организация, осуществляющая перевозку учащихся. В ходе проверки выявлено нарушение трудового законодательства, а также законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Так установлено, что ряд работников образовательных учреждений не прошли столько же по охране труда, а также в учреждениях не проведена специальная оценка охраны труда. По результатам проверки внесены три представления, которые находятся на рассмотрении. Возбуждены два дела об административном правонарушении. Нарушения нашли прокуроры и при совместной проверке с ГИБДД. Было проверено 9 автобусов, используемых для осуществления перевозок учащихся и выявлено нарушение в прохождении технического обслуживания. В связи с чем в адрес директора организации, осуществляющей перевозки учащихся, внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Безопасность обучающихся в приоритете, потому и относится к подобным недочетам довольно строго. По результатам представлений прокуроров, все нарушения должны быть устранены в обозначенный срок. Со стадии 1-128 финала стартовали в Кубке России футболисты Рязани. Соперником подопечник Дмитрия Сережкина стали парни из Коломны, которые на гостеприимство хозяев вряд ли могли рассчитывать. Это все-таки кубок. Матч с Коломной рязанские футболисты начали без разведки. Высокий прессинг, давление на всех участках поля по идее вынуждали гостей ошибиться. Это и произошло. Вадим Шепелев обокрал коломенского защитника, продвинулся вглубь штрафной и просто на блюдечке выкатил мяч Вячеславу Пураку. Тот не промахнулся. Гости пытались огрызнуться, но их удару не хватило точности, а потом они вновь пропустили. Второй гол в ворота синих пришел после стандарта. После навеса и отскоков мячом удачно распорядился все тот же Пурак. 2-0. Во втором тайме игра раскрылась, и рязанцы раз за разом проводили контратаки, одну из которых четким ударом в угол завершил Егор Аксенов. Но и это было еще не все. На 66-й минуте у рязанских болельщиков случилось дежавю. Ошибкой защитника при передаче назад, точь-в-точь, как в матче с Курским Авангардом, двумя днями ранее, рязанцы воспользовались сполна. И, конечно, лучший игрок матча, Вячеслав Пурак не мог уйти с поля без хит-трика. 4-0. Получилось очень убедительно и по игре, и по счету. Следующим соперником рязанских футболистов станет победитель пары «Знамя» на Гинск «Пересвет Домодедова». С триумфаторами этой пары рязанцы сыграют 14 сентября. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!